Всех приветствую, мои дорогие! Собрала косметичку на неделю и хочу показать, чем планирую пользоваться. И начнем, как всегда, с праймеров. Продолжаю использовать от Essence, осталось его меньше половины. Праймер от Lamelle, очень понравился мне. Иллюминайзер от Essence из лимитированной коллекции, который я использую в качестве подсвечивающей базы. Осталось его тоже не так уж и много. Средство против несовершенств от Guerlain. Спрей-фиксатор от Catrice из лимитированной коллекции. Тональный крем у меня по-прежнему от Estrade. И также к нему добавляю миниатюрку от Givenchy. Вы знаете, я уже такой миниатюркой пользовалась, она у меня закончилась, пошла в пустые баночки. И это я достала такую же вторую миниатюрку. И в свое время она мне приходила в подарок по какой-то акции. Я ей уже пользовалась, поэтому здесь флакончик уже не полный. Пудры у меня по-прежнему от L'Oreal и от Divas. Давайте покажу, как выглядят на сегодняшний день они. L'Oreal. Все меньше и меньше остается. И пудра от Divas. И ее, возможно, я за неделю до использую. Давайте покажу вам тоже. Здесь у меня, как бы, тоненький был слой и в итоге раскрошились кусочки. Ну, аккуратно пользуюсь. Пудру не переворачиваю, чтобы ничего не вылетело. Так. Дальше покажу вам хайлайтеры и румяна. Давайте начнем с румян. Беру палеточку от Evelyn. У меня она идет в номере 02. На сайте подружки видела, что такие румяна пошли по желтой цене. Наверное, будут их выводить. Ну, в тех магазинах, где я была, я их на стендах не видела. Видимо, там уже за полную стоимость они были разобраны. У меня эти румяна с подсвечивающим эффектом. И когда я их использую, то обычно хайлайтер уже не наношу. Также беру румяна от Revolution. Вот с таким названием. И, как вы видите, для румян здесь небольшой объем. И с ними можно легко переборщить. Надо с осторожностью набирать, переносить. И при наборе и переносе они достаточно сильно пылят. И я их, кстати, бывает под какую-то розовую сияшку использую как подложку в качестве теней для век. Так, оттенок очень красивый. Мне подобные нравятся. Также я беру румяна от Vivienne Sabo. У меня они идут в номере 22. И, к сожалению, у меня здесь сломана крышка. И, как вы видите, очень хорошо у меня они поиспользованы. Мне кажется, еще немножко, и здесь сразу вот на таком немаленьком пространстве появится донышко. Вот с этой стороны у меня больше, а здесь, как вы видите, уже ребрышки просвечивают. Тоже красивый оттенок, мне нравится. У меня в запасе такие новые лежат, поэтому буду эти потихонечку полностью использовать. Здесь и оттенок красивый. Ну и, конечно, принт в виде розы, на мой взгляд, тоже выглядит очень здорово. Так, у меня открыточка упала, в которую я зеркала закрываю. Дальше продолжим смотреть. Беру двушечку от Essence. Я вам, кстати, ее забыла показать, когда показывала палетки для лица. И здесь у нас верхний ярус – это хайлайтер. Очень красивый. Так, деликатно достаточно смотрится. И румяна. Тоже они мне нравятся. Но с ними можно переборщить, поэтому наносить тоже надо с осторожностью. Крышечка, к сожалению, сломалась. Но продолжаю пользоваться. Давайте посмотрим. Также покажу, какие я еще хайлайтер выбрала. Сейчас только пальца потру. Беру я хайлайтер от Artvisage. В номере 102. Крышечка скрипит. Я даже подумала, что она сейчас отвалится. Почему-то вот со временем здесь пластик становится хрупким. И бывает, открываешь, ничего не предвещает беду. И раз, и крышка отваливается. Здесь, конечно, очень красивый принт, который мне даже немножко жалко затирать. Но пользуюсь. Оттенок красивый. Мне нравится. Почаще бы выпускали какие-нибудь такие принты интересные. И беру подарок от Лерочки. Хайлайтер от марки Jade. Давайте покажу вам информацию. Здесь тоже интересный принт. Я стараюсь набирать сверху, чтобы раньше времени принт не затереть. И тоже очень красивый оттенок. Давайте уложу сюда. И для лица это все, что я беру. Туши и косметику для бровей показывать не буду. Там у меня абсолютно ничего нового пока. И давайте сразу с вами перейдем к теням. Стираю я сводчи. Давайте еще раз покажу. Ну, конечно, продолжаю использовать косметику, которую я к добивашкам отношу. Особенно, как я уже говорила, чаще всего беру палеточку-шестерку от Essence. Ну, и периодически что-то еще из того, что у меня лежит в контейнере с добивашками. Так, немножечко я наклоню штатив. В качестве базы продолжаю использовать консилер от Essence. Потихонечку тоже уменьшается количество. И какие я выбрала тени. Беру такую малышку от Max Factor. Насколько я поняла, Max Factor не будет больше в магазинах представлен. Ну, может где-то остатки продаются. Но я так поняла, что не будет этой марки. Здесь матовые оттенки. И я эту палеточку беру в дополнение к другим палеткам, которые я вам сейчас тоже покажу. Здесь, кстати, на всю палеточку, насколько я помню, небольшой объем. Какой-то совсем маленький. Сейчас искать не буду. А, 1,8 грамма, представляете? Бывает даже, что однушки идут большим объемом. А здесь 4 оттенка. И такой небольшой объем на всю палеточку. Ой, рука влажная. Поэтому сводчи могут не очень красиво выглядеть. Также я беру палетку от марки Biosi. Тоже я ее беру, скорее всего, в дополнение. Буду миксовать эту палеточку с другими палетками, которые находятся также в моей косметичке. Хотя я ее использовала самостоятельно. Не скажу, что, знаете, прям какой-то вау-эффект. Но ничего прям такого плохого, негативного у меня эта палетка не вызвала. Макияж получился с ней. Ну, правда, я люблю что-то добавлять. Если, вот знаете, ее использовать как базовую, какую-то сияшку или хайлайтер, или какой-то оттенок дуохром, или просто красивый сияющий оттенок добавить, то макияж красивый получается. Такие оттенки. Также беру я палеточку от Essence. Решил, пока рука тянется, надо пользоваться. С таким названием. Вот так она выглядит. Тоже я ее периодически пользуюсь, даже если не показываю в косметичке. Ну, бывает один или два оттенка беру за действие. Здесь, конечно, вот эти боковые маленькие, которые рефильчики, они не очень удобные. При наборе переносе тени пылят. Ну, все равно мне палетки из этой линейки нравятся. Ну, какие-то оттенки я наслаиваю. Я люблю, чтобы поярче макияж глаз был. Бывает оттенок по веку разносишь, и как-то он полупрозрачно ложится. Хочется, ну, более какой-то насыщенности, глубины цвета. Поэтому я наслаиваю. Так, следующие оттеночки. Ну, вот этот оттенок лучше пальцем переносить. И блесточки под глаза в процессе макияжа от него осыпаются. И бывает потом, даже когда лицо тоником протрешь, все равно где-то, где-то какие-то сияшки небольшие могут присутствовать. Вот этот, мне кажется, очень удивительный оттенок. Не во всех палетках встречается. И вот такая еще красота, которая не очень легко набирается. Ну, вот видите, я, например, из палетки Max Factor вот эти два оттеночка могу с этими оттенками комбинировать. Либо сейчас вам покажу, какой еще у меня есть оттенок, к которому я, ну, изначально даже я к тому оттенку взяла дополнительную палеточку от Max Factor. Вот такая красота. Давайте я сейчас вот эти сводчи сотру. И мы с вами посмотрим, что я еще выбрала. Стараюсь брать палетки с разными оттенками. Никогда заранее не знаешь, какой именно, в какой гамме макияж захочется сделать. Ну и стараюсь, чтобы по возможности побольше было палеток задействовано. Даже если из каких-то палеток я буквально 2-3 оттенка только задействую. Но, по крайней мере, так я не забываю про палетки. Все равно они используются. И я считаю это лучше, чем если они просто будут без дела пролеживать в комоде у меня. И беру я палеточку от Заева. И вот сразу скажу, как раз вот к этому оттенку изначально я в дополнение брала палеточку от Max Factor. Эта палетка мне нравится, потому что здесь есть и базовые оттенки, и зафиксировать базу по тени, и край века затемнить. И при этом есть вот такое, скажем так, цветное разнообразие. Можно какой-то красивый цветной акцент на глазах сделать. По качеству мне тени кажутся тоже неплохими. Ну, я покупала в свое время давно, это уже было с очень хорошей скидкой. Как-то она мне прям очень бюджетно вышла. Сейчас, конечно, ну вернее, когда они даже вот в Сифоре продавались в последнее время, мне кажется, цена чересчур завышена была. Но какого-то такого прям, знаете, вау-эффекта, чего-то удивительного, особенного я в этих палетках не заметила, чтобы они стоили, как в последнее время они стоили и в Сифоре, и на Бьюти Бэй. Какие-то цены были, мне кажется, больше двух тысяч даже. Так, смотрим дальше палеточки. Ой, оттеночки. Я еще отвлекаюсь, у меня все дома, и все равно на какие-то звуки отвлекаюсь. Так. Тоже какие-то оттенки, вот фиолетовые, например, немного наслаиваю, чтобы как-то поярче смотрелось все. И также мне нравится на какой-нибудь яркий цветной оттенок, либо хайлайтер нанести, либо дуахром, но таким, знаете, неплотным слоем, а чтобы и цветной оттенок как бы проступал, и при этом какой-то интересный перелив, сияние получалось. Ну, то есть, вот так можно как-то комбинировать, придумывать, и бывает действительно что-то интересное получается. Так, два оттеночка здесь осталось посмотреть. Вот такая красота. Но это еще не все. Мне нравится, когда в косметичке много теней, когда есть выбор. И покажу, какую я еще палеточку беру. Сейчас я только пальцы ототру. И беру я палеточку от Essence излимитированной коллекции Pac-Man. На мой взгляд, здесь очень оригинально сделана крышка. Как вы видите, это не просто крышка, это игра. Вот эта желтая штучка должна пройти лабиринт. И такая гамма. Конечно, было бы, наверное, интереснее, если бы оттенки здесь были, ну, более, может, разнообразные, может, какой-то интересный еще, или какой-то яркий цветной оттенок помимо желтого был добавлен. Ну, с этой палеткой тоже, на мой взгляд, неплохие макияжи получаются. Всегда можно дополнительно что-то добавить. Я еще стараюсь, если мне что-то добавить, нужно стараюсь свои однушки задействовать. В косметичках обычно не показываю. Ну, не знаю, никогда буду я пользоваться, не буду, какими именно оттенками. А в процессе макияжа бывает, открываю ящик стола, где у меня хранится контейнер со всеми практически однушками. И какой-то оттенок беру. Так. Такая красота. Так, давайте я как-то более компактно все положу. Что-то у меня опять в кадр ничего не влезает. Сейчас как-нибудь разместим, пока покомпактнее. Все уже заговариваюсь. Душно, жарко. Окно опять закрыло на время съемки. Вот такие у меня будут тени. И стираю я сводчи. И мы с вами посмотрим, что я выбрала для губ. Давайте еще немножечко наклоню штатив. Главное, чтобы он у меня совсем не накоренился и телефон не вылетел. Так. И смотрим с вами помады. Беру я свою добивашечку от Буржуа. Я так понимаю, что марку Буржуа тоже, скорее всего, скоро продавать не будут. Потому что и подружка выводит. И я слышала, что вроде как магнит-косметик выводит. Я просто давно не была в магнит-косметик. Поэтому не знаю. Но видела в комментариях девочки. У девочек писали, что магнит-косметик вроде как распродает Буржуа. Здесь у меня осталось совсем немножко. Наношу обычно на бальзам. Потому что бывает, что подсушивает немного губы помада. Ну, если прям долго с ней ходить. И что мне единственное тут не нравится, что очень тяжело точить. Не все точилки справляются. Бывает, что начинаешь точить, и немножко как помады в самой точилке остается. Ну, осталось немножко. Хочется уже доиспользовать. Когда такие небольшие помадки остаются, боишься, что где-то затеряется. Куда-то закатится. И могу забыть про нее. Дальше у нас идет помада от Фаберлик. Давайте покажу номер. 4407. Правда, не уверена, есть сейчас такие или нет. Хорошая помада, мне нравится, красивая. Тоже она у меня активно используется. Сюда буду ставить, а то теперь тут как будто лосовато как-то. Помада от Essence из лимитированной коллекции, которая очень интересно выполнена. Так, как вы видите, это у нас помада, которая проявляется оттенком на губах. Давайте побольше нанесу. Мне хочется, чтобы вы оттенок видели. Конечно, она на каждом может немножко по-разному раскрываться. Ну, вот на моих губах примерно вот так. Ну, конечно, красиво она выполнена, интересно. Это лимиточка, если я не сказала. Поставим. Дальше покажу помада от Maybelline. В номере 50. С Maybelline я не поняла. Кто-то говорит, что вроде как марка уходит. Кто-то говорит, что нет, никуда она не уходит. Не знаю. Напишите, пожалуйста, девочки, вот, может, вы заметили. Или у вас какие-то тоже есть магазины, где, может, какие-то марки были представлены, а теперь этих марок нет. Ну, или вы, может, какой-то информацией владеете, что какие-то марки, ну, уходят. Или что-то, наоборот, новое приходит. Дальше покажу помаду от Catrice из лимитированной коллекции. В таком симпатичном корпусе. Это металлический корпус. И она идет в номере C04. Вот так красиво выглядит. Смотрите, какая красота. Помада от Maybelline в номере 925. Сейчас цены не знаю, но раньше это была бюджетная линейка. И хочу сказать, что по качеству помада мне нравится. Беру помаду от Reflame. Не знаю, есть сейчас такие или нет. Давайте на всякий случай покажу название. И посмотрим, какой здесь оттенок. Такая красота. И осталось нам с вами посмотреть на блески. Беру я добивашечку от Estrada. Мне этот блеск Леночка дарила. Он идет в номере 303. Давайте с вами посмотрим. Такой красивый оттенок. Приятный аромат блеска. Немножко вот так поставлю, чтобы все в кадре было. И при этом не прям пустое место было. И беру я блески от Лавали. Мне кажется, это были лимиточки. Я их и самостоятельно ношу. И на подложку из карандаша. И бывает, какую-нибудь помаду тоже могу блеском обновить. Ну, вы знаете, когда немножко как помада под съездится или куда-то исчезнет. И из этой же линеечки. Мне кажется, они в двух вариантах и были представлены. Здесь у меня тоже осталось как-то совсем немножко. Здесь достаточно большой аппликатор. И получается, когда вы закручиваете флакончик, ну, как бы кажется, что блеска больше, чем там на самом деле есть. Такие красивые оттенки. На моих губах, правда, блески долго не держатся. Потихонечку куда-то исчезают. Поэтому, если я с блеском хожу, я периодически тоже обновляю блеск. Давайте покажу вам свотчи. Также продолжаю помады из сумки использовать. И это вся моя косметичка. Все вам показала, рассказала. Буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok